В этом ролике Олеся Шандро, психолог, знает о тебе больше, чем ты сам. Шучу, ха-ха, наверное. Не забудь поставить лайк под этим роликом. Всем Гик Роджерс, поехали! Всем привет, с вами психолог Олеся Шандро. Я работаю с жизненными сценариями людей в разных сферах жизни, отношения, деньги, предназначения, поиск, призвание, реализация этого самого призвания. И вообще очень люблю людей, очень люблю разбираться в судьбах, в историях, помогать корректировать жизненные сценарии, так чтобы человек чувствовал, что он живет действительно свою жизнь и не проживает чужую, какую-то навязанную судьбу. Прекрасно помню тот момент, когда впервые увлеклась психологией. Меня буквально заворожила тема отношений мужчин и женщин. Я тогда ринулась изучать все, что связано с взаимоотношениями полов, с устройством мозга, мужчин, женщин. Я хотела очень понять, почему люди когда-то принимают решение сойтись, а потом в одночасье могут решить, что им пора расходиться. Особенно меня интересовала тогда тема развода, насколько она влияет на судьбу детей, оставшихся на воспитание у одного из родителей после развода. Помню, что тогда мне было лет 14. Тогда начался мой такой, не самый может осознанный, но уже увлекательный путь в психологию. А уже как профессию я это выбрала, когда мне было 20 лет. Нравится мне в этой профессии то, что можно вместе с человеком погружаться в историю его жизни и порой просматривать через историю одного человека судьбы многих поколений, целой эпохи, что, собственно, я и делаю. Я убеждена, что мы — это не просто отдельная личность, это в какой-то степени средство эпохи, которая сейчас происходит, и результат всех тех эпох предыдущих, которые были ещё до нашего рождения. То есть мы можем сказать, что наша психика эволюционирует вместе с эволюцией всего человечества. И вот просматривая историю человека, узнавая историю его предков, можно, в принципе, как такой детектив погружаться, узнавать, что уже было до, что будет после. И ещё мне очень близко сама идея, что, на самом деле, узнавая своего прошлого, мы можем, на самом деле, влиять на своё будущее, мы можем действительно корректировать, сознательно приходить к каким-то моментам, выбирать в какой-то степени свой путь. То есть не попадать всё время в какую-то стену и упираться в неё, и не знать, как пройти. Мы можем действительно находить, что наше, что не наше, можем по-настоящему открывать себя, открывать то, что называется своим потенциалом и реализовывать его. Всё это в профессии моей я делаю, и, собственно, этим она меня покорила когда-то, когда я поняла, что у человека возможности сильно шире, чем он себе представляет. Да, этим очень можно даже хорошо пользоваться. Что не нравится мне в этой профессии? Можно сказать, что не нравится мне в этой профессии то, что, возможно, не хватает в образовании, системного подхода, взгляда на человека, на личность. То есть сейчас такое, в принципе, время идёт, когда можно объединять разные науки и смотреть на то, что из себя представляет человек. Мне очень нравится то, что можно в этой профессии быть таким немножко сыщиком, детективом, потому что, работая с одним человеком, с одной судьбой, на самом деле, ты работаешь с судьбой многих поколений. То есть, с одной стороны, один человек представляет из себя весь набор того, что было в предыдущих поколениях, эпохе, стране, целого человечества. На самом деле ты тем самым ещё и помогаешь человеку, познав себя, познав свою истинную историю, как бы составить новое древо, да, то есть для будущих поколений. Мне нравится про то, что ты оказываешься сразу в нескольких временных срезах, в прошлом, в настоящем и в будущем. То есть ты такой путешественник во времени, ты такой действительно, на самом деле, достаточно развитый человек, потому как, проникая в тайны, в секреты человеческой души, ты познаёшь культуру, ментальность, различные религии, даже политические какие-то настроения, взгляды людей, ты познаёшь какие-то такие глубокие философские вещи, ты отвечаешь на многие, казалось бы, риторические вопросы, и это такой бесконечный путь, в котором ты сам, конечно же, совершенствуешься. То есть мне лично даёт эта профессия возможность, на самом деле, не выходя из профессии, жить свою жизнь. То есть не нужно думать о том, как совместить работу и свою жизнь. Эта профессия, особенно для женщин, на мой взгляд, она отлична тем, что если ты правда по-честному находишься в этой профессии, ты немножко как бы не разделяешь её от своей жизни. То есть то, что ты познаёшь в этой сфере, ты применяешь в собственной жизни и на практике. Это такой бесконечный процесс обучения, который напрямую привязан к твоей жизни. Тебе не нужно много-долго обучаться и только потом применять это на практике. То есть это возможность практиковать сразу и на ходу. В какой-то степени для меня эта профессия — это вообще образ жизни, это стиль жизни, это целое мышление. Что мне не нравится в этой профессии? Скажем так, я отвечу на этот вопрос, что мне не близко. Мне не близко разобщенность, которая существует в терапевтических кругах на тему того, как устроена психика человека. На мой взгляд, есть целостная картина. Если мы объединим разные психотерапевтические школы, найдём очень много общих точек зрения, и это и будет та самая эклектика, которая расскажет природу человека. Плюс, если мы будем психологию совмещать с познаниями из других наук, и в том числе из искусства, мы можем, правда, прикоснуться к более глубокому взгляду вообще на человека, на то, что такое судьба, как она формируется, и вообще можно ли действительно на неё как-то влиять, ею управлять, или всё за нас предрешено. То есть, на мой взгляд, не хватает вот этого единого взгляда. И в связи с этим, кстати говоря, в наше время появляется в какой-то момент такая спекуляция, такой подлог на человеческой боли. Я сейчас говорю про то огромное количество так называемых специалистов, которые считают, что они могут работать с человеческой психикой, если они сами только лишь побыли на приёме у психолога, или прошли какой-то тренинг, или там вышли замуж, или заработали приличную сумму денег. Им кажется, что они могут помочь другим людям сделать то же, не понимая главного, что у каждого человека есть свои причины и следствия иметь ту или иную судьбу, и нельзя по себе мерить других людей. То есть вот эта попытка совершить действительно подлог, выдать свой личный успех за такой шаблон, который может повторить каждый, на мой взгляд, совершенно неверно. И для того, чтобы эта профессия действительно развивалась, мне кажется, здесь нужна интеграция самих специалистов из разных сфер, в такое объединение и большое такое сообщество по обмену опытом, с позицией найти общее, нежели искать расхождение. То есть побольше, наверное, такой дружеской атмосферы между коллегами и пошире, что ли, сознательность. Понимая, что мы работаем с той сферой, которая как бы определена как наука, но на самом деле далеко выходит за пределы науки, потому что описать душу, а психология — это наука о душе, как бы очень сложно чисто научным языком. То есть понимать надо, что мы выходим всегда за какую-то грань, и нельзя себя ограничивать в развитии. Вот как-то так. То есть нельзя себя ограничивать, на мой взгляд. Вот это ограничение мне не нравится само по себе, если оно вообще происходит. Следующий вопрос. Существуют ли психологически здоровые люди? Безусловно, такие люди существуют. Вы можете посмотреть один из моих роликов на моём YouTube-канале, в котором я рассказываю, какие есть критерии психически здорового человека. Соответственно, вы можете себя протестировать. Я могу сказать, что есть условия, в которых может вырасти психологически здоровая личность. То есть, с одной стороны, формирует среда, с другой стороны, конечно же, влияют гены. Это два фактора, которые необходимо учитывать для того, чтобы взращивать психически здорового человека. Для того, чтобы стать таким человеком, если вам не посчастливилось родиться в такой семье, воспитываться в такой семье, вы, конечно же, можете именно обращаясь к профессиональному психологу. То есть, задачей работы над собой является стабильность, устойчивость, ответственность за свои поступки, чувствовать грань, где я должна быть за эту ответственность, где нет. Вот, в общем, смотрите ролик, в котором я рассказываю отдельно про это психическое здоровье. Чем отличается психолог с психиатром? Ну, первое, что приходит на ум, очевидно, что психолог и психиатр имеют разное высшее образование. То есть, психолог это человек, который имеет высшее гуманитарное психологическое образование, к медицине не имеющие отношения. Психиатр обязан иметь, конечно же, медицинское образование и профильное в психиатрии. И работает он с тем, с чем уже не работает психолог, с тем, что выходит за рамки нормы психологической. Здесь определенные патологии, определенные отклонения, которые приводят к тому, что у человека расколота, психика расщеплена, он не может себя осознавать, и ставятся уже какие-то диагнозы. Часть из них, в общем, слышат, шизофрения и так далее. То есть, различные расстройства, когда уже даже не сам человек приходит на приём. И у психиатра, это называется пациент, у психолога, это человек называется клиентом. То есть, даже, собственно, отношения разные. В психологии есть такое понятие, что психолог и клиент, они находятся в равной позиции. То есть, психолог не залечивает человека, он помогает ему найти собственные резервы. У психиатра, конечно, немножечко позиция другая. То есть, там уже, как правило, резервов внутренних нету. Приходится работать, ну, вот как-то, например, медикаментозно. Психолог, естественно, не имеет права написать какие-то медицинские препараты, и работает диалогом. Диалогом, то есть, он может общаться, и он производит такое лечение души, которая само по себе начинает собирать человека до такого состояния, что он может даже вылечивать какие-то свои телесные заболевания. Значит, что касается ещё того, с чем вообще отличается психолог от психиатра. Я бы сказала здесь, что объединяет психолог и психиатра. Мне так видится, что на самом деле как психолог, так и психиатр работает с природой человека, с целью как будто бы выйти за грань того, что нам известно, что определено наукой, как будто бы прикоснуться к тому сокровенному и всегда-всегда как будто бы оставляет за скобками духовный мир человека. И вот мне кажется, что мы как бы идём с разных сторон, психологи и психиатры, но как будто бы нам важно помнить о духовной природе человека, которую очень важно сберечь, чтобы не навредить. Вот это такая наша общая, мне кажется, задача. А бывают ли у психологов психологические проблемы? Безусловно, да, и часто это определяет вообще приход в эту профессию. Я бы даже сказала, чем жёстче твои внутренние проблемы, тем ты за мотивированием становишься для того, чтобы в эту профессию вообще прийти. И часто даже человек, который решать пришёл свои проблемы чисто для себя, вдруг начинает понимать, что почему мне не рассмотреть это как профессию, что-то я начинаю понимать, что как будто она создана для меня. Есть же другой такой момент, когда, наоборот, человек разобрался в своих вопросах, дорос до такого момента, когда он просто не хочет заниматься тем, что называется такое спасательство кайфункцией, потому что часто молодые психологи, малоопытные, путают помощь со спасательством. И вот когда у человека травмы уходят, уходит определённое чувство вины, определённое горевание, спасательство из него выходит. И некоторые люди вместе с тем, как покинуло спасательство, они покидают эту профессию. То есть понимают, что всё, они здоровы, и теперь их как-то путь во что-то другое лежит. Такое тоже бывает, это тоже нормально. Есть, правда, такая ещё история, когда люди не понимают, как в этой профессии развиваться, не находят, возможно, свою психотерапевтическую школу, своё направление, и, собственно, не разобрались в каких-то своих вопросах, боясь, например, навредить или теряют доверие к этой сфере, имеют какое-то определённое разочарование, они вообще из профессии уходят. То есть такое тоже может быть. Но проблемы психологические в любом случае есть у человека, который приходит в эту профессию и сдержит такое понимание, что ты должен определённое количество часов в личной терапии пройти для того, чтобы вообще работать в этой профессии. Например, в определённых ассоциациях есть именно фиксированное число, если ты не пройдёшь их, тебе просто не выдают сертификат о том, что ты можешь принадлежать к этой психотерапевтической школе. Итак, значит, вопрос такой. Представь, что к тебе пришёл человек и говорит, я сошёл каждое шансов с ума, что делать? Я бы ему вот что ответила. Вряд ли, иначе ты бы этого не осознавал. Если бы вы дальше спросили, как я продолжила бы диалог, я бы попросила всё-таки человека уточнить, что с ним конкретно происходит, как он себя чувствует, что он ощущает, какие мысли у него в голове. И сумасшествием, если бы это являлось, он бы уже просто сюда не попал. Он бы сознательно сюда не пришёл. Поэтому как раз другой бы профиль был психиатрии. Да, я не спорю, что может быть такое состояние в преддверии того, что вот человек, он ещё, скажем так, находится в норме. И вот эта грань между нормой и сошёл с ума, она тоже есть, и психологи именно с ней могут работать. Но вряд ли идёт такое обращение в такой форме. То есть человек как раз приходит с определёнными страхами, даже может быть фобия, например, сойти с ума, особенно если в его семье были люди, которые сошли с ума. То есть это может быть вполне, конечно, серьёзный вопрос. Но именно порог сумасшествия как бы определяется тем, пришёл человек сам, обратился или нет. Если сам, то это ещё точно не правда, сошёл с ума. Значит, что бы я посоветовала человеку, если бы он забрался учиться на психолога? Ну, первое, что я бы посоветовала, это пройти личную консультацию, желательно не одну и у одного специалиста. Если специалисту не понравится, тоже не надо делать выводов о профессии. Можно посмотреть какие-то демо-сессии хотя бы, тогда со стороны. То есть изучить этот вопрос не так, что вот либо нравится, либо нет, я решаю по одной какой-то встрече. Нет, просто попробовать побольше. И, как правило, я так вижу, что люди, которые уже решают, им начинает это нравиться. Остаётся выбрать только своё направление, своего специалиста, и, конечно же, свою методику обучения, чтобы в ней присутствовало побольше практики. Тогда вы абсолютно точно увлечётесь этой сферой, и вы поймёте, что это невероятное увлекательное путешествие. Просто будьте ещё готовы к тому, что в этой профессии нормально плакать, нормально страдать, нормально порой ненавидеть, и нормально радоваться. Потому что вот эти крайние состояния, крайних эмоций важно научиться испытывать, для того, чтобы их не переносить в отношения с другими людьми. И тогда вы научитесь по-настоящему управлять своими состояниями, быть максимально стабильным и устойчивым, что приведёт вас к внутреннему ощущению удовлетворённости и подарит прекрасного психолога людям. Вот так. Так что советую всем тем, кто хочет в этой профессии себя попробовать, пробуйте, не будет точно хуже, только лучше ваша жизнь изменится. И даже если вы в профессии не останетесь, вот точно этот мир приобретёт на одного человека счастливого больше. И это так важно для каждого из нас. Спасибо, что досмотрели.